МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, уважаемые зрители телеканала Югра из Ханты-Мансийска. Здесь с 9 по 11 декабря состоялась традиционная выставка товара земли югорской. Свыше 200 предприятий представили здесь свою продукцию и товары. И о некоторых из них мы сегодня обязательно с вами поговорим. Меня зовут Руслан Хананов. Эта программа сделана в Югре. Поехали! Ну что ж, и первый гость нашей открытой студии – это генеральный директор ООО «Регион-К» из Кандинского района Василий Анатольевич Новоселов. Добрый день, Василий Анатольевич. Добрый день. Василий Анатольевич, мы-то, конечно, знаем, что за продукты у вас. Расскажите еще нашим телезрителям поподробнее. Наше предприятие существует уже больше 15 лет. Мы территориально находимся в поселке Междуреченске Кандинского района. У нас там основная база, у нас там заготовительные пункты. Основная деятельность – это сбор и глубокая переработка дикорастущих. То есть на сегодняшний день наше предприятие выпускает около 70 наименований различной продукции. Варенье, грибная продукция, которая представляется и как в округе, и как и за пределами округа. Это все связано с дикоростами. То есть полный производственный цикл от сбора, заготовки и переработки, и продажи клиентам. Ну, что дает, Василий Анатольевич, посещение подобных выставок вашему предприятию лично вам? Ну, фактически узнаваемость нашего бренда, будем так говорить, дары игры, это началось вот с таких выставок. Раньше, в начале своей деятельности мы не придавали значения, это затраты, считали, что это не оправдывает себя. Но постепенно, и благодаря настойчивости окружных властей и районных властей, нас начали привлекать к этим выставкам чуть ли не в обязательном порядке. И за это мы им благодарны, потому что именно эти выставки дают узнаваемость продукции, дают потребителям попробовать нашу продукцию, посмотреть на внешний вид, на вкус и цвет. И за счет этих выставок нашу продукцию узнают многие югорчане и за пределами округа. Мы только что вот мимо прошли с вашего стенда, прекрасного, замечательного, и увидели там некий знак симпатичный. Вот расскажите, что это за знак, написано Роскачество, но мы не в курсе, что, как у вас проверяли, что-то там. Да, это очень значимое событие в нашей компании. Это знак, сертификат, органический знак. То есть он означает, что продукция, произведенная нашим предприятием, имеет статус органики. То есть 5% допустимых посторонних включений в эту продукцию. Все остальное натуральное, не имеет никаких примесей, никаких добавок, никаких тяжелых, вообще никаких вредных веществ в продукте не имеется. Мы эту процедуру прошли в 2002 году, в 2022 году, благодаря поддержке фонду развития. То есть фонд развития взял на себя затраты по оплате, это дорогостоящая процедура. А мы со своей стороны, когда специалисты приехали к нам на предприятие, мы им предоставили технологическую карту, как будет осуществляться производство органической продукции. И скажу вам, это нелегкое дело подтвердить статус, что производство соответствует органике. Еще добавлю, что Кандинский район получил три свидетельства об органике. То есть два сертификата получило на национальное предприятие, где его лесные угодья соответствуют статусу органики. То есть почва, которая там, она безвредна для произрастания клюквы, брусники, морожки. Ну вот надеемся, что действительно этот знак как-то поможет привлечению клиентов. И вот, кстати, по клиентам много их, мало сегодня. Если много, то это нужно наращивать какие-то объемы, обороты. Вот какое у вас будущее вы видите сегодня? Ну, знаете, чем мне нравится заниматься дикоросов, это бесконечно можно создавать рецепты дикоростучих. Что касается клиентов, да, клиенты специфические, которые обожают натуральное, экологическое, чистое. Но география поставок у нас очень обширна. Я скажу, что, например, Южная точка, это у нас Краснодарский край, Восток, это Хабаровск поставку делали, делали поставки Петропавловск. До пандемии у нас мы поставляли, например, шишку-мармаладку в Таиланд. У нас клиенты в Казахстане, в Таджикистане были. И также до пандемии мы пытались выйти на германский Германию, но, к сожалению, пандемия, нам многие контакты прекратились в связи с локдаунами различными. А что касается непосредственно, кто берет у нас продукцию, это берут специализированные магазины, и кто занимается именно реализацией экологически чистой продукции. Ну и последний вопрос, Василий Анатольевич, все-таки правительство Югры, да, через какие-то свои структуры, да, через тот же там, не знаю, фонд развития Югры, через сделанное в Югре, каким-то образом все-таки помогает, мотивирует вас, предпринимателей? Или все-таки это такая длительная с ними кропотливая работа нужна? Ну, я уже говорил и много раз говорю, что та поддержка, которая оказывается правительством Югры в лице Натальи Владимировны, она неоценима. То есть, если бы не было поддержки со стороны правительства, у нас развитие бы просто было в два раза медленнее. Я могу перечислить ту поддержку, которую нам оказывают, в частности, тот же знак органика. Произошла оплата. Выставки ярмарки, оплата стендов Москва, Санкт-Петербург, это не дешевое удовольствие. Компенсация процентных ставок, компенсация субсидирования продукции дикорастущих. Этого нигде нет в России, а только в нашем округе. Значит, правительство заинтересовано, чтобы именно сектор дикорастущих, он развивался. И именно в экспортном варианте, в том числе. Отлично, Василий Анатольевич. Удачи вам в вашем нелегком деле. Спасибо, что радуете югорчан своими прекрасными продуктами. Удачи и всего хорошего. Благодарю. У нас очередной гость в нашей открытой студии – это Александр Петрович Герусов, глава крестьянско-фермерского хозяйства Герусовых, одноименного, из Сургутского района. Александр Петрович, день добрый. Ну, похвастайтесь, расскажите, что же вы такое производите, что у вас есть, что за такая ферма у вас? Ну, вы знаете, нам уже 12-й год, но мы все время не останавливаемся. Укрупняемся, укрупняемся. Когда только начали, построили коровник, я зашел в него и думал, кого же мы сюда будем ставить. Мне он казался такой большой. А сейчас нам пришлось строить еще один. У нас уже коровки не помещаются. А сколько у вас коров? Напомните, телезрителям. Мы в программе, конечно, рассказываем. Дойных, то 87. Но еще же есть и телочки, которые подходят к тому, чтобы стать коровками. Ну, птицы у нас много. И индейка, и гусь, и утка, и акуры, это само собой. Свинья. Ну, вот так вот. Ну, вот, хорошо. А что производите, ну, в итоге продукция? Вы знаете, раньше в Сургутском районе было очень много фермерских колебаний. Но как-то все постепенно куда-то растворились. Я думаю, что нас спасло то, мы до сих пор на плаву, что мы сразу построили все с переработки. Мы не просто мясо продаем, мы его перерабатываем. У нас и пельмени, и вареники, и блинчики с творогом, сметану делаем, сливки, ряженку, кефир. Это все мы производим. Ну, это молочная продукция. Александр Петрович, ну, а что дает посещение подобных выставок? Зачем они вам нужны? Вы сбываете вы свою продукцию там аккуратненько, тихо, мирно. Да, сбываем там тихо, мирно. Зачем вам знаешь это? Показать себя, как говорится, и на людей посмотреть. Мы общаемся с людьми, смотрим, что мы еще какую продукцию можем дополнять, выпускать еще. Ну, и просто общение с фермерами, что как, у кого что. Ну, вот сегодня, вот посвятите нас, нам просто любопытно, людей, которые вот далеки, да, от сельхозпроизводителей, вот от этой вот фермерского дела, какие основные, условно говоря, проблемы, и в чем сейчас, наоборот, плюс, да, особенно вот в последних условиях западных санкций? Проблемы, а на нас западные санкции не влияют. Ну, мало ли. У нас коровки как доились, так и доятся. Может, коров с Австрии закупали, будешь не знать? Нет, нет. Как свиньи поросились, так и поросятся. А комбикор? На них санкции нет. Вот комбикор мы берем в Солмском. В Солмском. Нет, но зачем нам импорты? Пшеничка у нас растет в Омске. Те же доильные аппараты или станки вот эти мясорубные? Нет, это все у нас отечественное. Все отечественное? Все отечественное, да. То есть даже трактора белорусские? Белорусы, да, белорусы. Два белоруса у нас. Так что с этим проблем нет. Единственная проблема – это с рабочими. Ну, да, молодежь работать не хочет, а наше поколение уже кто-то не может. То есть, по сути, не хватает скотников, доярок, да? Нет, у нас идет объявление, но это я шучу, что от Калининграда и до Владивостока. Нет, у нас в основном люди работают под Курган, Омская область, ну, и несколько человек с Новосибирской области. Ну, а какие вот сегодня плюсы могут, на ваш взгляд, вы же давно в этом деле фермеры вообще, так скажем, поиметь? Какие плюсы? Работать нужно, да и все. И все будет хорошо. Поддержачий камень вода-то не течет. Нужно работать, нужно шевелиться. Мы получаем от округа субсидии на выращенное мясо, на проданное молоко, на все это. Все зависит от количества. Сколько мы продали, столько мы получаем субсидий. Ну, в общем-то, поддержка хорошая. Ну что ж, снова в студии нашей был Александр Петрович Герусов, глава одноименного крестьянско-фермерского хозяйства Герусовых. Сама выставка товаров и производителей земли Югорска еще раз показала, что, несмотря на все западные санкции, в нашей Югре, в нашей стране хватает достойной продукции. И очень много тех людей, кто верит в успех своего дела, кто верит в свою Югру. С вами был Руслан Хананов. Это была программа «Сделано в Югре». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok